Девушки отдыхают Дорн. Состав команды Каморжек, Ли, Ферст Булак, Казандар и Влади. Состав команды Дорнов не изменился с прошлой игры. Это Мэтт Бислол, Фабфаб, Дебадди, Лайт Гайдми и Абузма. Уже есть в бане Ралли Скаут, Инженер и Лодстон. Пикнула команда Камтемпеста, Кракена и Флакса. Очень интересный, кстати, пик. Поговорим о нем позже. И команда Дорн пикнула уже Моа, Ревнора. Сейчас будет от них третий пик и пойдут дальше баны. Как ты думаешь, что можно ждать от команды Камов с их пиком? Темпеста, Кракена и Флакса. И ничего такое комбо. Держишь? Да, крутецкое. Что-то будет. Что-то должно быть. Если они еще... А, Инженер в бане. Блин, конечно. Если был бы Инженер, там бы такое влетало. Ой, да даже уже неплохо. Я уже... Конечно же уже неплохо. Прочувствовала боль. Опять они через Кипер играют? Да, конечно, Кипер, чтобы сбить ульту Темпеста. Понятно. Продолжаются баны, забанили уже Дэмпирку. Не хотят они Дэмпирку. Сейчас ты его. Понятно? Тут, кстати, уже вторую игру, допустим, они играют против Темпеста. И что они в бану не кидают? Тут непонятно, чтобы убрать темп. Ну, Кип Кипера. Так верят они в него, что ли? Ну, да. Как-то в прошлой игре Кипер вообще что-то не понимал на что. Ну, хотя он неплохо отстоял там свою линию, что-то старался, что-то делал. Ну, такое. Вроде ничего. Не реализовал. Да, 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 да. Но я все-таки надеюсь, что один или два разочка мы все же увидим нереальное комбо от Флакса, Кракена и Темпеста. Я сейчас думаю, что какие-то будут массы ульты. Вообще бы какой-нибудь Магнус бы туда еще и какой-нибудь Гладиатор там вообще был бы. Гладиатор, не знаю, там, 50-50, но все же. Какой-нибудь Солтис, да, еще? Хочешь Солстиса? Солтиса. Хочу просто масс... Чтобы у меня ком взорвался от этих всех ультов массивных. От количества анимаций? Да, конечно, я тоже не против. Посмотреть бы сейчас на Солстиса в команде Комно. Но они его не практикуют. Компетитив... Да, не знаю, чтобы кто-то вообще... Не, я видел там в Сильвере. Ну, Сильвер. Ну, там ГПМ-ка у него за 700 было аж... А что-то неплохо. Ну да, но все равно проиграли. Проиграли, ловно. Да, ну там не то, что именно эту игру проиграли, но там уже постоянно было 3... Смотри, не хотят видеть сильных персонажей. Смотри, поняли хэгу. Которая в прошлой игре вроде ничего так отбирала. Но забанил ее все-таки именно MattBestful. Ох, Солстис, Силвера. Сок прям. Сочела. Да, еще одна масса ульта для команды Комп. И, походу, именно Казандар будет на ней играть, потому что... Ты помнишь, как он отыграл в прошлый раз, когда их осталось четверо? Да. Это было нечто, просто... Была борьба, окей, не спорю. Низкий поклон Казандару, он очень хорошо отыграл, и даже вчетвером они очень хорошо отдержались. Да, да. Так что Слитер и Мунквина вместе с КД отправились в баньку. И в этой игре мы их, к сожалению, не увидим. Ну, кстати, Мунквина... Ну, не, Мунквина здесь был. Вот реально, команде Комп не хватает только одного инженера. Если бы у них был инженер, это все. Просто разрыв мозгов был, был, как и у Дарнов, если бы это комбо в 5 тел сработал. Ну, Дарны вообще, кстати, через кэри никогда не играют практически. Они играют только через выигранные линии и пуш. Вот все. Ну, то есть, как бы... То есть, они берут изначально пуш, и все. Ну, для пуша у них есть сортики гипер. Да, но... Нет, я имею в виду, они всегда играют через него только. То есть, они кэри в кэри вообще не пытаются у Влэйт выйти. То есть, если у них есть доминация, то там... Ну, 50-50, то, что эта доминация, допустим, пройдет, да, в плане того, то, что... Либо это будет удачно, и они выиграют, либо это будет нереально, там, бразота, да, и другая команда будет, допустим, фармиться, а не просто будут так бегать туда-сюда, да, то, естественно, будет слив. То есть, у них вот так вот. Они, если чувствуют очень сильно преимущество, они начинают наглеть, и безбашенно лезут под вышки, там. Ну, у них на то и этот пик рассчитан, то есть, да, вот... Там то же самое Равенор, там Моа, вот эти вот все, тортик, там, то есть, чтобы задавить. Ну, я не знаю, вот, как это пройдет с Камоми, но... Мне кажется, команда Кам рассчитана, чтобы это все проконтрить. Да. У них есть отличный отпушиватель СС, который просто кайлами там... Тех крипов забирает, которые подходят к той же башне, и... Последними пиками оказался Глазиус для команды Кам и Пэбблс для команды Торн. Прикинь, туда еще Балфагора можно было пихнуть. Какого-нибудь... Блин, я даже не просто... Шестым? Нет, я вместо Глазиуса говорю, ну, то, что, да, забить... Извини, Глазиуса тоже масса ульта, если он ее в Кастанец... Забить, я имею в виду, забить просто на саппорта, просто на линии, просто, чтобы сделать бдыщ-бдыщ, и все. Бдыщ-бдыщ? Да. Интересно. Я бы вообще прям был бы рад, но все равно надеюсь, что будет нереальненько. Конечно, я же говорю, даже Глазиус с его масса ультой, если он как-то аккуратненько в стороночке встанет, раскастует свою полную ульту, и все эти четыре ульты тоже кастанутся. Ну, тут видишь, да, какая тема получается. У них, у команды Кам и Массы, и Фармилы. Да, очень хорошо. А у команды Хеллборн, ну, это все зависит от изначального, да, то есть, как они отыграют. Если они задоминируют вначале, то они будут сделать что-то потом, да, при массу ультах, там, Равенор, там, тот же самый, да, там, какой-нибудь Пэблс. Но если этого не произойдет... Что-то Владе решил отойти, он не берет. Окей, подождем у тебя, Владе. Ну, продолжай. Ну, вот, и, то есть, если изначальная игра не будет выиграна ими, и, там, вот, будут такие же фейлы, как в прошлой игре, то тут это опять, ну, не 15, ну, 20, 25 минут, не больше, вот так вот. То есть, они должны реализовывать. Ну, не реализовывать, а просто не умирать, и как-то более-менее равно размениваться в замесах, там, 3 в 3, там, хотим как-то пытаться, я не знаю. А знаешь, почему команда Кам имеет все шансы победить? Нет, не знаешь? Потому что у них разные кланы есть в одной команде. Нет, нет, нет. У них есть железный человек в команде. Айронмен, это... Аватарка Флакса, да. Ли. Именно Паша Ли будет играть на Железном Человеке, а Паша Ли в костюме Железного Человека, это просто мега комбо. Я думаю, что он на нем отыграет неплохо. Кстати, именно на Флаксе я Пашу вообще не видел. Так-то. Ну, этот, предновогодний еще Глайсиус. Кракен веселенький. А у них все веселые, кроме темпуса. Темпус грустный какой-то. Темпус грустный, он такой, ооо, я без альтаватар. Ой, ладно. Такой. Фармить. Да. Что-то вроде того. Еще и Казандар отвалился. Не без потерь начинается игра. Сразу минус два. Ребята решили затащить втроем. Не курс хлеб с мясом. Там все окей? Да, что такое? Мне просили, я в гости пришел. Да, мне тут предложили перекусить хлеб с мясом. О, интересно, я бы не отказался. Пришел с института. Попил чайку и сразу за работу. Скажем так. Что-то печальное с альтаватарами на стороне. Форно там. Красивый Моа. Красивое дерево. Хотя ладно, пусть такое уже дерево остается, чем то. Трехногое существует. Лайтгай мя отжал. Он отжал, извинился сразу. Мискликнул. Ага. Оу. О, вообще тебя вписать. И всего. Получит за. И минус бабки. Сори мне сейчас. Что там, что там было? Ну, нажми за и посмотри. Нет, за это команда Кам ответит, конечно же. Я думаю. Ты увидел это? Да-да-да. Тёма тоже увидел. Все счастливы. Минус бабки. Ну ладно, он не обеднеет от этого, наверное. Да? Пойду-ка я всё-таки бутер стырю, пока ничего не происходит. Давай-давай, я тебя жду. А пока Татау бежал за бутербродами, я подумаю над каким-нибудь... Как-нибудь объяснить вам лейна аппы. Скорее всего, это будет дабл-мид Глациус и Кракен. Вот как-то они уже вдвоём нацелились туда. Флакс, в принципе, я не знаю. Он может пойти и Изи фармить. Может и Харту спокойно постоять. Так-то, а Сулсиллер нравится фармить Соло-Изи. Ну, Темпус, понятно, пойдёт в свой песочек. Мидировать будет Пеблз и кто-то, либо Торт, либо Мо. Ну, скорее всего, что-то я вот так думаю, что это будет Торт. Потому что Мо очень нужен Ревонору на Изи Лайне. Или они отправят Харту, Контрич, Сеса, если он туда пойдёт. Конечно, тоже сразу не понять. Так сказать, без Таграм не разберёшься. И Кипер... Кипер пойдёт... Казандарчик к нам вернулся. Всё хорошо. Правда, Владе ещё не написал, что он здесь, но... Думаю, он скоро будет. Как-то слишком долго Тата бегает за бутербродами. Он бы уже мог туда и обратно 10 раз сбегать. Какое-то препятствие по пути летел. Ну, а пока мне скучно, я загляну в чат. Интересно, конечно, результаты голосования. 11 голосов за команду Кам и 1 голос за команду Дорн. Кто-то в них всё-таки верит. Что-то опять отжимает паузы. Паут обратно. Что там, ребята балуются? Да, балуются опять с паузами. Владе всё ещё не вернул. А может, тоже пошёл. За бутербродом? Угу. Интересное, конечно, предположение. Всё, возможно, да. Знаешь, так... И пока на паузе. Я пока перепушу... Перекушу... Вот и Паша, наверное, борща отправился. Сало. Не, а чё сало? Борща. Он там постоянно борщами развлекается. Лайтгад не вернулся. Конечно, затягивают, ребята. Очень сильно. Ну всё же, last game. Пускай. А, не, чё, я не против. Но мне нормально. Я сижу... Могу с тобой пообщаться, там, на аватарке посмотреть. А зрителям, может быть, скучно. Я за них же переживаю. У меня только что в общий счет пришло сообщение. То, что... А что, ты, ну? 1300, нет? Шутки, шутки. Ну вот. 1900. 700 ГПМ проиграл игру. 1900, 700 ГПМ проиграл игру. А у нас чё? Удобно. Гарена. Умеем, моём, практикуем. Всё. Гарена. Угу. Не, кстати, я... Гарена в ваших сердцах. Не забывай. Я знаю таких ребят, но не знаю, точнее, как бы... Против попадался, когда... Ты один из них, да? Не, я... Не, не люблю ГПМ. Не любишь? Особо набивать. Ну, как у меня... В среднем сколько? 600, там, 500. Ну, как бы я так особо на неё... Как-то не делаю уставку. То есть... Ну вот. И когда, знаешь, проигрывает какая-нибудь команда, даже в том же ТММе, ребята забивают на команду и просто идут на другую линию, где там одна сторона пушится, да? Они идут на другую. И просто фармят крипов, там, какой-нибудь райдик, знаешь, покупают, чтобы... Ну, понятно уже, когда проигрыш, там, руку какую-нибудь себе соберу, чтобы просто ГПМ не потерять и, ну, не умирать, соответственно. То есть... Не важна победа, важен ГПМ. Такой девиз у этих ребят. Окей. Угу. У тебя этого не знать лишь 1500. Да. Опять же таки, меня забустила Ирена. Моя жестокая тайна, что я на самом деле 1300, мне забустили ГПМ до 1000. Вот так. Ты мне так гордишься, прям, я заметил, слими 1300. Да. Да, да, имя. Тебе не понять. Угу. Знаешь, как там классно на днище. Нет, 1300 прикольно, ребята не сдаются, там, по 50 кило делаешь, они дальше продолжают бороться, то есть... Они... У них дух, знаешь, какой сильный? Сильный боевой дух, вот оно. Единый разум. Не сдадимся, никогда. Да, ни в коем случае. Я уже второй раз вдыхаю за эту паузу, мне уже трудно. И трудно, и вкусно. Трудно, и... Не, ну ты... Хотя бы я... Не хороший человек, не хочу я тебя оскорблять тут на весь стриж. Ты хочешь мою булку? Как бы это... Полегче, Даня, полегче. Наконец-то снимают с паузы. И игра. Команды Кам против команды Дорн наконец-то начинается. Не хороший ты человек, потому что, я же говорю, я везде ничего не хотел особо. Пришел, попил чаю и все. А ты тут сидишь... Шикуешь. Шикую. Команда Кам четвером отправляется в свой лес. И команда Дорн. Ну, мне кажется, у команды Дорн-то станчиков-то побольше будет. Да, конечно. Там сейчас будет что-то с чем-то. Там... У каждого есть стан. Оа, у Ревенора, у Пэбблс, арта. Ну, кипер пошел на топ, правильно? СС ничего не учил, но... Ему сейчас вообще все равно. Мало что поможет. Вот он, вот он, вот он, въезд. Ну, въезд, пожалуйста. Да, о. Сразу въезд по Солд-Силлеру продолжает. По нему классикам Ревенор продолжил тортик своим станом. И это ФБ для команды Дорнов, который забирает именно тортик. Как-то только что, ребята, вообще не соинтересовались. Ну, Казандар, походу, был АФК. Вот мне тоже показалось, что Казандар был АФК, потому что он стоял-стоял и просто в стычке согрелся на Пэбблса и отъехал за это. Две с половиной тысячи ГПМ, прикольно. Да? Две восемьсот, нормально, две с половиной тысячи ГПМа. Знакомьтесь, это Лайт Гайдми из команды Дорн. И минус десять был только что Казандар. Топ фидер Кама... СНГ. Топ кри... Топ крипер. Да, знакомьтесь, Казандар из команды Кам. Все-таки, как я и говорил, СС решает стоять на соло-изи против Равенора и Моа, как я, в принципе, так же вам уже заметил. Не хотят они давать фармить ССу на меде в Лакс вместе с Глациусом против Тарта и Пэбблса. Ну и... Пипер стоит изи против Кракена. Будет огребать. Да, да. Как бы... Уже там сто крита, если не ошибаюсь. Ну вообще, должен еще и Мит отъезжать у регион. О, у регион должен Мит отъезжать, а тот должен быть выигран и Бот должен отъезжать. Ну, это, по крайней мере, такой видней ситуации, Дом Мит. Это такое предположение. Ну вообще, это было бы логично. Это уже все зависит от реализации. Потому что там, да, по сути... Дабл Мит у команды Кам. У них не стану, в принципе, ничего нету, да? Замедление и... Есть уже Ботл на Пэбблсе. Вот он уже и летит в летающие курицы к нему. Нормас так. На первой минуточке взял он себе Ботл. Копочки. Уходит кемпить в Лациус. Стоп, руночку. И получает там китайскую. А Темпост получает руну инвиза. Может быть, он что-то с ней придумает. Что стоило, Боба? И на боте отъехал с раскаста эсэсик. Ну, да. Конечно, замедло и стан от Мастера Вармса. Уже никуда не дадут убежать. И... Рывонор дав... Свой разгар. Ну, у них сильные, сильные. Конечно, очень много урона. Очень много урона дает Моа вместе. Там... Ватненький эсэс со своими 600 хп. Ну... Просто, ну, ничего там не сделает. Там глазиком Рывонор просто не сможет промокнуть. Моа дает свой стан первым. Потом продолжает за метлом. Ну, короче, там вообще без шансов. Скорее всего, Лайны придется менять. Вот так они и поступили. Казандар отправляется на топ. И будет фармить против Кипера. Что у него, в принципе, должно получаться неплохо. А Кракен уходит стоять. А? Вот. Очень такое разумное решение. Ребята с Кам сейчас приняли. Все правильно они сделали. Сейчас надо поменяться опять. Хеллборн. Тоже идти просто наверх. Все. Может быть. А, есть ТПшка уже у Рывонора. Он летит на топ. Ну, вот начали они... Ну, не жалеть ТПшки, да? Менять линии. Это правильно. Потому что две линии у них однозначно выиграны. У команды Хеллборн. По крайней мере, по пику. Ну, и уже... Парализации тоже. Я вот не понял, почему Мова не улетал. Вот он купил ТПшку и уже. Летит на топ. Чтобы помогать своему Рывонору. Торт уходит Ким Петруна на топ. И ему достается... Поста. Неплохо. Кстати, сейчас можно убить опять ССа. И опять неплохо. А вот, как раз отправляется Тортик уже на топ. И сейчас СС должен отъезжать. Рядышком Рывонор. Рывонор с почти полной маной. Ему, конечно же, хватит и на первый, и на второй. Мова даст и станы замедления. И Тортик подоспеется на своей хосте. У него есть и стан, и стягивание. Ну, смотри. Вообще, какая прикольная может штука получиться. Опять убивают ССа. Он опять идет на низ. Его убьют по-любому. И опять, короче, ТПшутся, они тоже вместе с Мо, а опять на низ. То есть гоняйте вот так. Ну, в принципе, они что, и фармятся, и убивают. Ну да. Прикольно будет. Оправданы будут эти ТПшки. Я с тобой согласен, конечно. Там он уже в чате пошли рассуждения насчет твоего вброса с булкой. Я сразу говорю, вот при всех, вот те 600 человек, которые сейчас слышат, я не такой, я нормальный. Это он все. Это он. Да. Это он при вас не такой, на самом деле. Так. Все, молчу, молчу. Тихо тут, реально. А то не будут больше смотреть меня из-за того, что ты меня так опорочил. Прорекламирую. Прорекламирую. Теперь у меня больше онлайна будет, или что? Да. Не традиционного онлайна. Неправильного онлайна. Какого? Синего-синего. Нет, голубого онлайна. Вот та вот иконочка, типа там, где, типа, количество людей, там, типа, человечек нарисован красненький, да, знаешь? Угу. Вот, и он станет голубеньким. А, да. Будет неплохо. Да, да, конечно. Теперь пришло время вылетать в Ростбот. Я надеюсь, что он вернется, потому что без Бальсиуса ребятам будет плоховато так. Я вот сейчас смотрю на П-блоса, который жестко доминирует над кроменами. Печатал так пол. О, пишет, идет. Отлично. Мы перетянули уже. Да, конечно, эта игра уже, уже бы должна заканчиваться так по-хорошему. А только четвертая минута. 1600 преимущества пока у команды Хеллборн и плюс 5 опыта. Ну, на самом деле, вот это вот преимущество, оно сейчас не столь так важно. Ну, ладно, окей, представим, да, не будет ничего из себя СС представлять. Ничего не будет из себя представлять. Ну, просто, допустим, даже когда наберется Родуш и будет делаться бдыщ-бдыщ с обеих сторон команды, то даже вот эти, вот там, там, не знаю, все будет зависеть от доминации по левелу, там, и так далее. Но даже они будут просто нереальные. Итак, мы смотрим на ток. Получает стан от мастера фармса соус-стилера, подражает глазикам по нему Ревенор. И куда они склеиваются? Конечно. Тут бы он вообще без вариантов не ушел. Никак просто. Бедный Казандар. Хотя мы помним, как он просто божественно играл в игре 4 против пятерых. Сейчас что-то у него. Там фарм был, там очень, там очень сильный фарм был, да. И, конечно, ГПМ 67, это не то, на что он рассчитывал. Скажем так. Не меньше, чем угласил. Да, угласился больше. Он даже, по-моему, глац из даже ни одного, да, есть ни одного крипа глац. На низ пришел. Все, смотри, видишь, они меняются, прикольно. Прикольно. Въезд на меде по флаксу. Флакс очень жирный, но в него все вкинули, пришел к ним. Мастер в армс очень хотят догнать флакса. И Паша убегает, 17 хп. Будет продолжение по торту, пришел во время кракен и забрал торта. Ну, сейчас может... Нет, не хватит. Не-не-не, ну никак уже. Как Паша выжил ее. Паша просто там 15 или 16 хп осталось. Просто на таких чудесах он убежал. Это немножко, немножечко так протомул, да. Да, я же говорю, на чудесах. Сейчас, кстати, можно на самом деле Равенора оставить на топе соло и Моу прийти на низ, так как... Кстати, вот... Нет, это тортик идет на низ. И Моу стоять уже с кипером, потому что есть ульта у него, и они могут его спокойно убивать в бою. Да, если сейчас Моу сюда придет, да даже если тортик сюда придет, они заберут эсэса. Вообще без вариантов. Сейчас, скорее всего, умрет Темпост. Да, отличный тос от Пеблза. А падает с данным тортик и никуда не было. Очень хорошо дела идут у Дарнов, и это уже 4-1 в их пользу. В чате в команду Дарнов, скажем так, никто не верил. Было 12 голосов против одного за команду Кам. И сейчас мы видим, ситуация идет совершенно в другую сторону. Сейчас будет проблема у эсэса. Ульту и дерево приходит уже Моу, будет продолжать он станом. Пошло за медло, и тут его встречает уже тортик. Никуда не уйдет он. Даже в счетом того, что тортик промахнулся станом. Отличный Рома, конечно. Тортик себя реализовывает очень так хорошо, и качается, и уровень 300 гпм у эсэса. Конечно, эсэс растет, но и с той скоростью, которая... 200-200 гпм такой же уровень, какой эсэса, который пытается что-то попармить где-то... 160-6 гпм у эсэса. О, это умирает. Умирает ТП Блз на верху, в троему. К сожалению, в этот момент я пропустил. Ну, Кракен пришел, я тоже на самом деле не увидел, отвлекся уже на низ там, когда был проект. Кракен начал уроумить. Перестали они меняться, но на фрифарме полном просто Равинор. Хорошо ли это? Это же такая боль. Какая боль. Да. Какая боль такая... Камдорн 5-0, хотелось бы сказать, но счет 5-2. Да, то есть как бы и Равинор поучаствовал, поубивал там, да, и сейчас стоит на фрифарме, и у него там такой же уровень, как и у топа у Легиона, у Кракена, да, седьмой. То есть дела у них сейчас явно лучше. У Равинора дела идут просто шикарно. Кипер тоже седьмой левел. 410 ГПМ и имеет Равинор, и ему пока все абсолютно нравится. Кипер тоже себя отлично чувствует. Как у Кипера? 320. 320 плюс седьмой уровень. То есть если кто-то подойдет на бот, в принципе, АСС опять отъедет. 720 хп это не так уж и много. Хаст, хаст, хаст. А через 20 секунд, через 20 секунд будет опять ультал у дерева. Ну, тут хаст лежит. Сейчас уже Пебусовой просто будет каратить. Я бы нашел бы на самом деле на месте Пебуза, наверное, темпоста. Можно еще, то еще, то есть вообще без ничего о том. Ну, вардик, вардиком нужных играл поставить. Ну, видел, СС, что идет Моа и Торт, благодаря варду. Сейчас будет въезд на мид. Вот рядом на самом деле Кракен и темпоста жалко. Сейчас увидели, Моа. Дает дерево свою ульту, въезд по Флаксу. Флакса очень быстро разбирает. Кракен дал очень хорошую ульту. Стянуло четверых стянуло. Как хорошо все только что сделал Кракен. Блин, Пебус уходит только благодаря своей хосте. Флакс выжил, кстати, после въезда, ты сказал, он быстро умирает, он выжил. Не, я говорю, что он быстро отъезжает, но даже ничего, он выжил. Да, Флакс стал стющим. В смысле выжил, он сдох. Да, но в смысле ты сказал и без костов, я думал, там и так далее, а он вздох. Кстати, прибежал Пебус и очень хочет забрать Кракена. Один удар буквально очень хорошо. Буквально за одно дерево развел он. Бебус, 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 Бебус уйтит. Что происходит? Просто... Бебус где был, почему Бебус не подошел? Порожек фармит. Если бы он подошел на мид, минус 4 было бы. Порожек фармит. Минус 4 и без размена. Порожек фармит. Въезд по ССу и никуда он не уйдет. ПК есть, наверное, В0. ПК плюс, на самом деле, он бы сам бы убил без Мо. Конечно, сейчас еще и Темпост умрет. Есть, конечно, красный Мо, 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 где Мо, где Ульт, Мо? Или какой-то Мо. А, он 5-й уровень, все. Молчи, молчи. И попадает по Глациусу. Как хорошо, только что Мэтт Бесло сыграл. Попал станом по Глациусу, продолжил по Темпосту. И сделал минус 2. Кракен, 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 что там делает? Кракен непонятно, что я уехал. Попал микрофончик. Как слышно? Да, нормально. Равинор отлично попал станом, просто и сразу же проезжал свой второй стан и зацепил Темпосту и минус 2. Отличный, отличный снайпер. Умирает тортик. Ну, что-то, что-то он там забыл, непонятно, что. Вообще, сейчас у команды Камов не пошла игра. Я не понимаю, что с ними происходит. Они шикарно играли вчетвером и сейчас не отыгрывают пятером. Я же тебе, я же тебе говорю, я не понял, почему Флакса дали именно Паша? Почему Паша не играет на Кракене? Кракене, например, да? Да, 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 на Кракене хорошо играет. Не знаю. Ну, типа, он же мидер в основном. Да, он бы мог спокойно стоять. Он мог бы спокойно стоять Кракен Глациус на мидер. Да, я вообще не знаю. Ну, на самом деле, у Хеллборно очень сильный. Нашел здесь Глациус Равенора. Ой, какой хороший стан был подвоим, только что от торта. Можно, можно попробовать. У дерева есть ульта, может быть... Вот лучше бы Нортик забайтил на себя. Потером, потером. Даже не знаю, что сказать. Ну и вот... Вот, въезжает по ССО Равенор. Но Равенор все равно уходит, и Кракен погибнет. И темп остаться ехал. ССО выкупился? Зачем? Ну, он почти забрал торта, почти забрал торта. Умрет. Не успел нуль тонуть. Почти забирает Паша Пеблса. Один удар. Нет, нет, Пеблс уходит. Это геноцид. Просто 6-0-0. Да, даже 6. Выкупился. Отлично, вообще, ССО Равенора проявили. Малорики просто. У них такая бешеная доминация, хотя... Откуда такая плюс мораль у ребят? Я не понимаю, как... Просто вот буквально за один день так они поменялись. Да какой за один день? У них... 5 минут было передышка. 5 минут передышка, да. Как-то непонятно, мотивирует не победа, ребят, да, с Гарена, а поражение. Кстати, не первый раз я это уже вижу. Угу. Нет, но вообще, просто себя позиционирует круто, темпы ста ульт не дают, хотя они даже не въезжали по нему, там просто его зацепило и его измельчило вообще-то. Да. И можно заметить, что Крачу хорошо, отлично сделал, ульта тоже была... Ракен хорошую ульту поставил, Влади нормально сыграл, но... Опять пауза от Легиона, неужели не хотят стягивать это? Уже нас на сноуболила команда Дарнов, 12 кусков преимущества в золоте. На 13-й минуте. На 13-й минуте, да, 12 тысяч преимущества в золоте и 9 тысяч преимуществ в опыте. Это очень много. Счет 5-16 в пользу Дарнов. И опять Ферруст Булат вылетает. Что же у него там происходит? Ну вот я говорил то, что, допустим, они проиграли линии, но при тимфайтах они... Я верил и думал, что они смогут отыграть, но что-то... Не пошло у них, вообще не пошло. У них уже и преимущество по уровню уже нереально, но это, скорее всего, после вот этого тимфайта было. Но все же ничего они не дали им сделать, это достойно похвалы. Дарны сейчас, скорее всего, и D1 на топе забил. Еще на полторы тысячи, там, чуть больше забустят преимущества. Кипер, скорее всего, хочет рефрешечку. Ну да, рефреша ему, конечно, много, если у него нету чего-то в сборе. Ему еще нужно 2700 денег. Кстати, на Рексис, там, в чате все, ему приелось свое слово, мое слово чешнятина. Ну да, он все, он же сказал, что цитаты забирают. Я еще могу, но... Не, 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 хватит на сегодня. На сегодня, да, надо каждый день новое слово. Да, на сегодня. Блин, вернулся же First Blood, почему паузу не отжимают? Ой, может, совет там какой-то, я не знаю, конференцию у них между друг другом. Созвонились по телефону, там, по скайпу. Ну, наконец-то. Что-то не так они делают. Ну, ну, не знаю. Позиционируют себя немного неправильно, как ты... Блин, я даже, на самом деле, не заметил, как Темплс от кого... От Пеблза, да, он умер? Там Пеблз по нему въехал. А там все по нему въехали. Ну, отошел... Равинор, Равинор... Равинор отошел? Нет, Равинор сразу выцепил его эсэса, которого просто смело. Да. Находит Пеблз. Эсэсик отдает на Пеблзе синюю ульту Моа. ТДИЧ. Да, и один удар. Еще и минус башня. Ну, кстати, еще... А, нет, там поступок. 14 тонн преимущества. Я не знаю, что делать. И дарные будут идти дальше. Это будет ИТ-2 тоже. Да, вот все, это пуш, это просто за счет такой доминации, они вот уже понят, что в темплс, тогда им даже ничего не границ, не грозит с такими нереальными раскрасовками, как у команды Камп. Ну, молодцы. Красавчики, что? Эта игра показывает, что эта команда имеет право на существование. В Голддивизионе, да. Сейчас они на 100% это доказали. Они просто на... На весь свой максимум отыгрывают сейчас, что происходит. Вы сами видите. Очень сильная доминация с их стороны, что... Сейчас это будет... М-шей разбирают уже. Не знаю, но уже скорее всего будет на конгоре. Да, да, нужен ли он? Въезд по СССу... Дерево ставит свою ульту. СС все-таки смог дать свою, но... Но... Там вообще ничего никому не делит. Вообще ничего. Конечно, Кракена тоже словят. Походу, это... Да, это ГГ. Красавчики. Поздравляем мы с победой команду... С разгромной победой. С разгромной победой команду Дарнов... Они отыграли просто на 200%. Делали все, что от них зависело. Но... А команда Кам... Не знаю, как-то... Прослабилась, что ли. Не ожидали они такого жесткого тимфайта от Дарнов. Да, мы их представляем. Дарнов, они очень-очень круто отыграли. То есть даже, можно сказать... Вот прошлое их поражение было сейчас вот... Не знаю. Оправдано. Да, неоправдано... Было, не знаю, защищено вот этой игрой. То, что они все-таки что-то думают. Ну, конечно, да. Красавцы и те, и те. Обе команды хорошо играли. Не будем мы сейчас никого журить. Поэтому, ребятки, ждите завтрашнего дня. Завтра у нас обещает день быть очень интересным. Потому что завтра у нас будет целых три игры подряд у команды Звак. Это будет игра против команды Дорн, против команды 5бит и против команды Кам. Начало, как обычно, в 20.00 по Москве. Поэтому приходите завтра вовремя. Я надеюсь, что завтра будет очень интересные три игры. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok